Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Поговорим на тему сгущения крови и ее разгущения, разжижения, что ее сгущает, ну и так далее. А начнем вот с этого видосика, так сказать, отправная точка. Мы оттолкнемся от этого видосика и начнем свои дальше рассуждения. Итак, слушаем внимательно. Алена Юрьевна, а как Вы относитесь к разжижающим кровь таблеткам? Когда люди приходят ко мне на прием, я смазываю кровь, открываю и понимаю, что она густая и вязкая. Я человеку об этом говорю. В первую очередь, я говорю, у вас густая и вязкая кровь. На что мне каждый первый возражает и говорит, как она густая. Я же пью разжижающие таблетки. Слово русское разжижить, не разосперенить, не разкардиомагнилить, не разксорелтить, не разкликсанить, не разгиповинить, не разварфоринить. То есть я вам практически назвала все препараты медицинские, которые типа используют для разжижения крови. Но на самом деле, если глубоко копать, если быть грамотным доктором, нужно четко понимать, что делает каждый препарат. В итоге мы поймем, что они вообще к разжижению крови не имеют никакого отношения. Если взять аспирин, это антиагрегант. Он не дает склеиваться клеткам между собой, тромбоцитам, эритроцитам. Воды никто в сосуды не добавит. Кровь это всегда 60% вода и 40% клеток. Вот это соотношение, для того, чтобы кровь потекла, мы должны создать сами налив в ротик, в прекрасную дырочку. Ротик нам нужен для того, чтобы наливать туда воду, а не внутривенно капельно, как люди наши привыкли. Я пойду сейчас делаю капельницы и буду себя хорошо чувствовать, да, как часто такое бывает. Вторая группа препаратов, да, клексан, ксорелта, да, современные уже, они называются антикоргулянты. Они не свертывают кровь, они влияют на фибрин, фибриноген, то есть на тот момент, чтобы кровь не свернулась, да, раньше времени. И опять же, а где вода? То есть, что делает реаниматолог? Первое, да, что он делает, когда спасает человека, если вдруг тот попадает, не дай бог, в реанимацию. Ну, наливают внутривенно капельно физраствор, натрий-хлор, 0,9% раствор соли, стерильный. И заливают то, что человек не допил дома, по сути дела, да, то есть принудительное обливание, принудительное разжижение крови. То есть слово русское, жижа, разжижи, сода может быть, да, там 4%, глюкозу добавляют. И вот для того, чтобы человека оживить, нужно налить водички сразу в вену, кровь побежит, текучая, понесет кислород, и человек оживает. У меня был мужчина как-то, я рассказывал мне с таким интересом, с упоением, что он попал в реанимацию с инфарктом, и он рассказывал, как ему 9 часов капали, 9 часов ему вливали в вену. Я говорю, если бы вы знали, что вам туда вливали, обычную соленую воду, ну, немножко лекарства какого-то, вы лучше бы сидели дома до вот этого момента, прям 2 недели, и поили себя. И вы никогда бы с инфарктом не попали в реанимационное отделение. Он был просто в шоке на самом деле, я не думала, что он так среагирует, он говорит, что все такие мы дураки. Я говорю, ну, не я это сказала, да, потому что, вот понимаете, если человек пьет воду каждый день, каждый день, каждый божий день, головушка получила водичку, да, кровь, кровь туда пришла, кислород пришел, да, вторая вода пошла на разжижение крови. Кислород везде, у головушки, у легких, сосуды чистые, сосуды до трубочки, по ним течет жидкая текучая кровь. Человек энергичный, с ясной головой, сердце получает кислород точно так же, по капиллярам, по сосудам. В капилляры попадает жидкая текучая кровь, сердце работает, работает, легкие работают, почки работают, кожа прекрасная, розовая, чистая, влажная. Человек радостный, здоровый, энергичный и никакого инсульта, инфаркта не случается. Поэтому, друзья мои, пейте его режим, разжижить кровь можно только водой. Сварили густую кашу, а вы любите жидкую, ну киньте туда таблетку аспирина и ждите, когда она будет жидкая. Кстати, прежде чем говорить о вязкости крови, важно понять, как она определяется. Параметры густоты крови осуществляются специальным устройством, вискозиметром, который позволяет определить скорость кровотока, а затем сравнить данный параметр с интенсивностью движения дистиллированной воды. Обе жидкости берут в равных объемах при комнатной температуре. В норме ток крови должен быть медленнее воды, как минимум в 4 раза. Для диагностики сгущения крови используются и другие виды исследований. Определение вида белков, который есть, анализ на определение свертываемости, подсчет количества белков, качественный анализ крови позволяет определить уровень гемоглобина, сои и ряд других. Кстати, есть признаки, по которым вы можете самостоятельно понять, густая у вас кровь или не густая. Вот основные признаки. Ухудшение зрения и слуха. Этот симптом сопровождается головными болями, появлением шума в ушах, нарушением координации, головокружением, предуморочным состоянием. То есть влияет на вестибулярный аппарат. Он уже не успевает, говорит, обрабатывать данные из-за того, что он плохо работает. Кровь недостаточно поступает, недостаточно питательных веществ, недостаточно кислорода, недостаточно удаления различных шлаков. Далее. Сильная дышка. Почему? Потому что сердцу тяжело перекачивать густую кровь. В результате чего наблюдается аритмия. Это все сопровождается учащением дыхания. И все это даже наблюдается в покое. Далее интересный показатель. Покалывание, а не менее изжение в конечностях. О чем это говорит? Что кровь плохо циркулирует в сосудистой системе. Иногда наблюдается посинение кожи. То есть из-за вязкости она плохо доходит. Более вязкая жидкость, она проходит плохо. Далее. Беспокойство и повышенная тревожность, если у вас имеется. Кстати, это состояние аналогично паническим атакам. Вот какое-то такое непонятное состояние. Повышенная сонливость. Почему? Потому что в результате нарушения кровообращения в мозге он получает недостаточно кислорода. Это провоцирует быструю утомляемость, упадок сил. И более того, еще и нарушение сна. Вроде повышенная сонливость, а выспаться не можете. Следующий. Болевой синдром в мышцах. Наблюдается слабость. Даже после отдыха и сна. Кстати, может быть боль, которая стреляет в затылочную часть головы. Если такое частенько у вас есть. Болевой синдром в мышцах из-за того, что опять-таки в мышцах застаивается кровь. Они не получают достаточное питание. И в результате что? Они начинают разрушаться. Они начинают болеть. Ну и такой интересный, конечно, показатель, как медленное выделение крови в случае пореза. Там, допустим, укол порез какой-то. Знаете, вот особо там, когда вы что-то там с розами делаете. Раз, так ошибка. Кровь выделяется медленно. Она какого-то насыщенного бордового оттенка. Все это связано с тем, что в ней, в этой крови много эритроцитов и низкое содержание плазмы. Вопрос о разжижении крови очень и очень непрост. Возможно, он даже как-то искусственно поднят. И для того, чтобы на него правильно ответить, давайте рассмотрим вот эти вот картиночки. Я их не придумывал. Они уже готовы. Смотрите. Начнем с того, сколько воды содержится в организме человека. И если мы посмотрим на эту картиночку. От нуля до одного года 86%. А вот у человека от 60 до 80 лет 50%. На что это указывает? Это указывает на то, что организм человека прогрессивно высыхает. И что важно еще отметить? Это то, что сколько бы мы воды не заливали ребенку с целью увеличить количество общей воды в организме, допустим, с 86% до 90%, он не возьмет больше того, что у него есть. То же самое относится и к человеку, у которого 60-80 лет, у него 50% воды. Сколько бы он не заливал в себя воды, больше процент не станет. Как было 50%, так и останется эти 50%. Могут образоваться только, знаете, эти самые водянки разного рода. То есть какая-то инертная вода, которая вообще не нужна в организме человека. И при этом пропуская воду через свой собственный организм, человек будет терять свою собственную энергию, человек будет давать нагрузку на сердце и почки, и при этом еще вымывать нужные соли для того, чтобы там поддерживался водно-солевой баланс в организме. То есть не выйдет простым питьем воды. Далее мы рассматриваем, а каково общее количество крови в организме человека. И вот такая вот картиночка. От 6 до 8% от массы тела. То есть организм опять-таки, количество крови, которое у нас имеется. И не просто количество крови, это в основном водная часть крови. 6-8% от массы тела. Он больше не возьмет, он за этим следит. Лишнее он выведет из себя. Далее мы теперь с вами разберем состав крови. Состав крови – два основных составляющих. Это плазма крови, которая составляет от 50 до 60% объема крови. В основном она состоит как раз из воды 90-92%. Форменные элементы от 50 до 40% объема крови. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Организм следит за тем, чтобы соотношение форменных элементов было стабильное, небольшое, немаленькое. Именно то, что необходимо для жизнедеятельности организма. То же самое он следит и за плазмой крови. Вот 90-92% воды, белки, жиры и прочее. И если мы попытаемся процент воды в плазме крови увеличить, то это неестественно будет для организма. И он ее стремится вывести из крови. То есть тоже мы туда особо ничего с воды особо не добавим. А теперь вернемся к понятию густая кровь. Что такое густая кровь? Считается, что сгущение крови имеет медицинский термин гиперкоагуляционный синдром, который считается нарушением. И значит, чтобы разобраться, что собой представляет увеличенная вязкость крови, необходимо опять нам посмотреть на состав крови. Плазма крови, форменные элементы. И здесь важно понимать, что уровень всех этих составляющих форменных элементов, также плазмы крови и все, что в ней имеется с отношением белков, жиров, глюкозы, минеральных солей, ферментов, гормонов, продуктов, жизнедеятельности, все это должно быть сбалансировано. И тогда это нормально. Если же что-то выходит из равновесия, то есть чего-то становится больше, то это начинает влиять на сгущение крови. Густая кровь, чем она характеризуется? Тем, что она затрудняет течение, течение ее замедляется. И все это способствует тому, что если течение затрудняется или же замедляется, это приводит к ее сгущению. То есть из-за того, что она заставится, она начинает коагулировать, сворачиваться. И в результате могут образовываться тромбы. Причины. Какие могут быть причины? Вот мы все смотрим на состав крови и ищем причины. Первая, конечно, причина – это обезвоживание, несоблюдение водного режима, который приводит к различным нарушениям в работе организма и сопровождается повышением вязкости. Но тут важно, мы уже разобрали, что количество воды, конечно, важно, чтобы поступало в организм человека. В дальнейшем разберем, какой именно воды бы хотелось нам. Но больше, чем необходимо, мы просто-напросто не можем в организм влить. И знаете, простым критерием того, требуется ли вам дополнительно вода в организм, или же не требуется, служит простой тест. Вы берете буквально-таки стаканчик обыкновенной воды, выпиваете его, и если примерно через полчаса вы идете в туалет, это говорит о том, что у вас воды в организме достаточно. А вот если вода у вас остается в организме, вот тогда, естественно, вы дальше продолжаете принимать. И как вот этот вот у вас появляется показатель, что вы начинаете ходить в туалет, это уже говорит о том, что вода начинает выходить транзитом, она там особо не задерживается. Поэтому здесь очень важно вот этот вот баланс установить. Считается, что заболевание печени, так как печень принимает участие в выработке различных белков, которые влияют на вязкость плазмы крови, то есть увеличение белки 7%, их значит больше, то уже возникает, значит, повышенная вязкость крови. И как только мы приводим в порядок печень, как только мы ее почистим, восстановим, совсем другое дело. Теперь перейдем к тому факторы, которые способствуют сгущению крови. Что провоцирует сгущение крови? Первое. Возраст. О чем я вначале и сказал, что организм с возрастом высыхает, и поэтому движение крови по сосудам вообще-то ухудшается. Сами сосуды также становятся не совсем здоровыми, препятствуют этому. И примерно с возраста 50 лет уже необходимо выполнять особые рекомендации для того, чтобы и количество воды в организме было более-менее оптимальным, чтобы обеспечивались все эти жизненные процессы. И естественно, кровь была текучая. Что провоцирует сгущение крови? Это ожирение. Ожирение говорит о том, что у нас нарушаются процессы метаболизма, то есть обмена веществ. Значит, их становится слишком много в организме полного человека. И это приводит к тому, что смотрите, вот мы так берем, здесь у нас имеются жиры, белки, глюкоза. То есть у человека, имеющего большую повышенный вес, ожирение, именно ожирение, то есть инертную массу в виде жира, это приводит к тому, что вот эти составляющие, белки, жиры и глюкоза, повышаются, и кровь делается вязкая. То есть нам необходимо восстановить метаболизм в организме, плюс питаться так, чтобы у нас не было ожирения. Здесь еще я не говорю о том, какие продукты надо, но обратить внимание и на продукты. Далее у нас идет повышенный уровень холестерина, который нарушает кровоток и делает консистенцию плазмы крови, естественно, густой. Холестерин, тот же жир, да? Он вроде бы и необходим, из него там строятся мембраны в организме и так далее, но все должно быть в меру. Четвертое, вот такие интересные вещи, как вредные привычки. Оказывается, если мы там с возрастом как-то, с ожирением, повышением уровня холестерина, ну, можем что-то сделать, то вот зато вредные привычки мы можем 100% устранить. К чему приводят вредные привычки, такие как курение? Сигаретный дым попадает в плазму крови и уже делает ее более вязкой. Поэтому уже вероятность тромбообразования повышается. Курильщики на заметках. Далее, злоупотребление алкоголем. А злоупотребление алкоголем приводит к чему? Оказывается, алкоголь сушит организм, он его обезвоживает. И это также негативно отражается на качественных показателях плазмы. То есть здесь ничего лишнего как бы не входит, когда человек выпивает. Ну, просто-напросто уменьшается количество воды и за счет этого все сгущается. Можем устранить? Можем. Далее, ожоги и значительное переохлаждение. Они и нарушают кровотворение, и обезвоживают, что опять-таки повышает вязкость. Значит, во время ожога, значит, можно тут и водичку пить, но не простую водичку, об этом мы поговорим в дальнейшем. И постараться не переохлаждаться. Почему переохлаждение? Это потому, что холод, мы на холод вешаем белье, и оно сушится. Точно так же на холоде сушится наш организм. Далее у нас идут операции и травмы сосудов. А трансплантации я не говорю. Трансплантация-то. При трансплантации вы должны принимать огромное количество разных лекарств для того, чтобы препятствовать отторжению, для того, чтобы там как-то иммунитет поддерживать и так далее. То есть у вас в плазме крови получается огромное количество совершенно ненужных веществ, которые ее сгущают. Значит, операции к чему ведут? Образуется разного рода рубцы. И вот эти рубцы могут разрушать эритроциты, лимфоциты. То есть они, как бы сказать, ухудшают вообще ток крови, вызывают застой в этой области, и что провоцирует, значит, сгущение. В данной области кровотока. Далее, воспалительные процессы. Что такое воспалительные процессы? Это повышение уровня белка, холестерина, фибриногена, лейкоцитов, что, естественно, опять-таки, негативно отражается на качественных показателях плазмы крови. Вот они все. Да и на форменных элементах тоже это все отражается, потому что надо вовремя ликвидировать разного рода скрытые воспалительные процессы. Я уже не говорю о явных. Ну, такое понятие, как стресс. А что это? А вот интересно, а что стресс? Стресс – это напряжение, которое провоцирует интенсивную выработку гормонов. А мы смотрим состав крови. Что тут у нас в составе крови? Гормоны. Гормоны. А гормоны – это белковое вещество. То есть, повышая уровень гормонов в плазме крови, повышенный уровень приводит к тому, что кровь становится более вязкая. Поэтому постарайтесь относиться к различным ситуациям, которые у вас провоцируют стресс, с пониманием, чтобы вы не вредили своему организму, не вырабатывали больше гормонов, чем надо, не сужали артерии, не замедляли кровообращение. И чтобы у вас не было тем более хронических стрессовых ситуаций, которые увеличивают риск сгущения крови. Следующий фактор – гиподинамия. Гиподинамия – недостаток физической активности, который просто-напросто не дает активно циркулироваться крови по сосудистой системе. Кровь начинает застаиваться, а раз она начинает застаиваться, она начинает становиться более вязкой. Поэтому необходимо движение. Если вы хотите, чтобы у вас была нормальная кровь, обязательно двигайтесь. Я лично 2 километра в день прохожу и считаю это прекрасной нагрузкой для того, чтобы как раз и противостоять сгущению крови. Возьмите это на заметку. Это очень важный параметр. Следующая – болезнетворная микрофлора. Раз у нас болезнетворная микрофлора, то что это? Они вызывают заболевания, которые выделяют интоксикацию, вызывают лихорадку, то есть интоксикация. Они вырабатывают свои вещества, которые, в смысле микробы вредные, всасываются у нас в кровь. Это уже нарушает характеристики плазмы крови. Плюс начинается ответ организма в виде лихорадки. То есть организм вырабатывает иммунные тела, лейкоциты и прочие вещества, которые опять-таки наводняют плазму крови, и кровь становится более густая. Значит, патогенную микрофлору, самое-самое, это легко и просто убирается из желудочно-кишечного тракта. Ну, хотя бы, чтобы у вас не было бурчания в животе. Вот покушали, все нормально, ничего не болит, все у вас там хорошо переваривается, стул формируется. Как только у вас возникает газообразование, как только у вас возникает ненормальный стул, как только у вас возникает какая-то сыпь на коже, болят зобы, голланды, какие-то ненормальные выделения, это все. Микрофлора работает, она уже так или иначе будет влиять на состав крови, увеличивая ее вязкость, и тем самым предрасполагая к тому, что там или сям появится где-то тромб, и будет инсульт или инфаркт. Далее, вот такая вещь, как гормональная контрацепция, способствует из-за того, что, опять-таки, состав крови, гормоны, больше этих гормонов в плазме крови, значит, кровь становится более вязкой, значит, усиливается возможность тромбообразования. Значит, отравление токсинами, там, беременность, это мы уж не будем брать. Хотя и это, увеличение матки во время беременности, давит на сосуды, значит, малого таза, провоцирует застойное явление, пошло, поехали. Ну, тут отравление токсинами, не кушайте эти токсины, и у вас будет все нормально. И, наконец-таки, самое важное, это неправильное питание. Неправильное питание, оно имеет очень такую, знаете, размытую и в то же время важную составляющую. Как питаться правильно для того, чтобы у нас кровь была текучая, здоровая. Об этом мы поговорим отдельно. А как вот происходит процесс, значит, загустения крови в организме человека, во время его жизнедеятельности? Мы рассматриваем с вами вот эту таблицу, общее количество соков, вырабатывая их на протяжении желудочно-кишечного тракта. То есть, вот, слюна, желудочный сок, желчь, панкреатический сок, кишечный сок, слизь и так далее. Всего 6,5 литров. И эти 6,5 литров, когда мы в течение дня, значит, кушаем, они вырабатываются, естественно, из крови. Желудок, клетки желудка берут из крови вот эти все основные части для пищеварительных соков. И, естественно, жидкость они берут. И именно поэтому, в результате того, что мы с вами, значит, кушаем, и все это берется из плазмы крови, вода, вот эта вот часть, особенно вода, она, естественно, уменьшается. И после еды человеку хочется, естественно, выпить какой-то жидкости для того, чтобы вот это вот, все это восполнилось. То есть, у него образуется жажда. Это, естественно, состояние. Но, если мы с вами после еды начинаем пить, то есть, мы с вами поели, вот эти все соки начинают вырабатываться, выделяются в желудочно-кишечный тракт, а мы начинаем пить воду, мы можем просто-напросто смывать не переваренную пищу в нижележащие отделы, либо же разбавлять вот эту крепость всех этих желудочно-кишечных соков, и опять-таки, нарушать пищеварение. То есть, приносить себе вред питьем после еды. Ну, чисто теоретически. Вывод напрашивается сам собой. Пить до еды. То есть, выпить там один-два стакана какого-то там теплой воды хотя бы. Вода быстренько покинет желудок, всосется в кровь. И тут мы начинаем вот сразу же есть. Грубо говоря, у нас количество воды не так будет заметно уменьшаться, и не образуется-то жажды после еды. И вдобавок мы с вами, главное, не нарушаем пищеварение. То есть, рекомендация о том, чтобы пить до еды, вполне справедливо, чисто теоретически. Либо же использовать, значит, фрукты, овощи, которые содержат много воды. То есть, мы делаем либо салат, либо же, значит, вот употребляем там какие-то фрукты. Но желательно лучше всего использовать свежие салаты, потому что они содержат больше структурированной воды, и меньше разного рода там сахаров, которые могут повлиять отрицательно на наше здоровье. Слишком много сахаров тоже не надо. Вроде бы как ясно-понятно, вот для того, чтобы разжижить кровь, мы перед едой, значит, съедаем либо салаты, либо фрукты, либо там выпьем свежие, выжатые там овощные, фруктовые соки, либо просто тепленькой водички выпьем. Смотрим опять-таки на состав крови, что мы с вами видим. Что в плазме крови имеется, вот если на форменные элементы мы никак повлиять не можем, то на плазму крови в результате питания мы очень сильно можем повлиять. А именно, мы можем, если пища в основном белковая, мы можем увеличить процент белка, если много жира, жира в плазме крови, если там глюкозы, значит, глюкозы. Естественно, увеличение количества белка, жира, глюкозы, там, минеральных солей, которые поступают из пищи, то есть пища всосалась, приводит к тому, что плазма становится становится более загущенная. Поэтому, если мы опять-таки желаем, если у нас имеется какая-то предрасположенность к сгущению крови, тромбообразованию, значит, постараться питаться дробно, с небольшим содержанием там белков, жиров, там, и глюкозы. Но дробно, чтобы пивали плазму крови восстановить до нормального состояния. Потому что, когда здесь в плазме крови больше вот этих вот пищевых веществ, она становится, естественно, более вязкая, со всеми вытекающими последствиями. И важно еще отметить, о чем мы неоднократно говорим на канале, что повышенная густота крови, как правило, она сопровождается или возникает от раздраженного кишечника, кишечника и кандидоза. То есть кишечник не может нормально все переваривать, усваивать. И в результате в кровь поступают полуфабрикаты, которые меняют ее состав. Она становится более густой. Кандидоз, естественно, и свои продукты обмена туда. Более подробно поговорим о питании, потому что при всех прочих случаях оказывается питание сильнейшим образом влияет на густоту крови. Что необходимо употреблять в пищу для того, чтобы нормализовать состояние крови? Ну и тут рекомендуют разного рода там витамины, недостаток витамина А, С, Е, В, и так далее там. Все это ясно, понятно. Витамины должны быть естественны. Лучше всего их употреблять из свежевыжатых соков, из фруктов, овощей, в натуральном виде. Вот эти все искусственные витамины, которые нам рекомендуют, мы не знаем, как они были произведены, сколько они хранились, как, возможно, чужеродные вещества, попадая к нам в кровь, они начинают действовать на плазму. Мы думаем, что они будут разжижать, а на самом деле ничего подобного. Они будут, наоборот, только ее делать более вязкой. Водно-солевой баланс. Значит, важно, чтобы в организме было достаточное количество различных солей и минералов. Вот смотрите, как раз врач говорил о том, что капается раствор в вену, для того, чтобы как раз устранить густоту этой крови. А почему он капается в вену? А почему, будем говорить, вот когда мы воду пьем, у нас не происходит такого разжижения крови, и как, когда капается? Во-первых, вода, она особо, ну будем говорить, ну всасывается в организме, но она там не задерживается. То есть для того, чтобы вода задержалась в организме, необходимо небольшое количество поваренной соли, которая держит эту воду. И как раз кровь у нас какая? Соленая. И если мы просто будем, смотрите, пить воду, то вот эти вот соли, минералы будут выделяться из нашей крови для того, чтобы она в дальнейшем усвоилась, прошла через организм. То есть это уже будет нарушать водно-солевой баланс. И даже если мы выпьем подсоленную воду, что рекомендуется, подсоленную воду, она будет насасывать жидкость в полость желудочно-кишечного тракта, что тоже будет брать воду из крови, что тоже не есть хорошо. Будет уменьшаться водная часть плазмы крови, что не есть хорошо. А когда ее колят именно вот туда, сразу в кровь, она естественно попадает туда, куда нужно. То есть вот эту разность вы должны понимать. Но нам важно обязательно подсоливать. Не так уж много, но тем не менее, чтобы это было. Очень хорошо в качестве пополнения водно-солевого баланса использовать морскую капусту, солить морской капустой. Там огромное количество минералов, которые растворены в океане. И все это, естественно, полностью снабжает нас. Водно-солевой баланс будет более-менее нормально. А вот, например, фитонциды. Что делают фитонциды? Фитонциды, они, значит, влияют на работу кишечника и сохраняют в нем правильный баланс микрофлоры. Я для этой цели использую тмин, семена тмина. Беру одну треть чайной ложечки раз с утра. Вот с утра, знаете, я постоянно. И никаких особых бурчаний нету в кишечнике. Использовать продукты, которые содержат клетчатку. И желательно, чтобы клетчатка это была мягкая клетчатка. Именно тогда у нас клетчатка держит воду. То есть, не просто воду пить, а вот лучше, допустим, съесть там яблочко, съесть, знаете, не, допустим, с фруктов и овощей, не свежевыжатый сок, а типа смузи. Просто-напросто вы это все помещаете в блендер. Можно даже добавить немножечко там талой воды, чтобы это немножко пожиже было. И все это разбиваете вот в такую смузи. Типа, типа, и ее потихонечку выпиваете. Там огромное количество этой клетчатки, которая держит воду. Вот. Это совсем другое дело, что касается нашего питания. Знаете, честно, во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, я, конечно, понимаю. Цельная клетчатка должна быть вкусно и болезненно. Да, спасибо большое за этот рецепт. Далее, еще смотрите. Продукты какого вкуса лучше всего использовать? Оказывается, лучше всего задерживают в воду в организме продукты с кислым вкусом. Например, такие, как лимоны. Помимо того, что там аскорбиновая кислота, витамин К, который влияет на крепость стенок сосудов, содержит вот этот вот кислый вкус, который способствует тому, что задерживает воду. Почему? Квасы мы пьем. Почему любим летом вот продукты с кислым вкуса. Можно употреблять, значит, лимонный сок. В чистом виде его нежелательно пить, потому что он агрессивно влияет на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, на зубы, на эмаль. А вот разведение с водой, да прекрасно. Тоже примерно делает гранат. Здесь и витамины, и витамин П, и атоминокислоты, и так далее. Имбирь. Чем там? Имбирь богат там селеном, цинком, медью, марганцем, железом. Именно эти элементы способствуют нормализации уровня гемоглобина и эритроцитов. То есть у нас должно быть нормальное количество эритроцитов. А для того, чтобы они были, необходимо дать такие питательные вещества, в которых эти микроэлементы содержатся. Кстати, кстати, еще лучше будет действовать свекла. Вот с имбирем в связке можно делать, значит, там, пить свекольный там сок, или, значит, из свеклы там делать разного рода блюда. Помимо того, что в ней огромное количество клетчатки, которая задерживает воду, в ней содержится биологически активное железо, которое быстро нормализует нам форменные элементы вот эти вот эритроциты. Великолепно! Я неоднократно уже на своей практике убедился, как свекла в сочетании с яблочным соком, столовая ложка свекольного сока свежевыжатого, на стакан свежевыжатого, яблочного сока очень быстро нормализует количество эритроцитов в организме человека. Вот это вот очень хорошее. Далее, опять-таки, если касаться теперь ягод, опять-таки, должно быть с кисным вкусом. Калина, она способствует нормальной работе сердца, иммунной системы. Клюква, великолепно задерживает воду, регулирует обмен веществ, что нормализует метаболические процессы в организме. Также она хорошо влияет на иммунную систему. Черная смородина. В ней колоссальное количество аскорбиновой кислоты, которая активно участвует в жировом обмене. То есть, вот как раз она все это делала там почистить нам сосудики. Ну, считается, что в день можно съедать 30 ягод, и это будет нормально. Помимо всего прочего, черная смородина еще укрепляет мышцы, а также повышает тонус кровеносных сосудов. Наконец-таки тютина или шелковица. Она отлично разжижает кровь. Кстати, в детстве я поедал огромное количество этой шелковицы, тютины, в том числе белую шелковицу, в том числе черную шелковицу. Считается, что черная шелковица лучше всего, в ней содержится много разного рода. Что касается питья, правильно, питье, об этом я рассказываю, каким должно быть питье, и почему происходит загустение крови после еды. Можно пить зеленый чай, далее, какао можно пить, считается, благоприятно влияет на состояние сердца и сосудов, и какао помогает усваиваться углеводам и жирам. Именно углеводы и жиры, вот что происходит при сахарном диабете. неусвоенный сахар, та же глюкоза, повышает состав, влияет на состав плазмы крови, в результате получается, что не плазма, а уже такой какой-то сахарный сироп, который под действием силы тяжести опускается в конечности, особенно ног, застаивается там, вызывает вот это ухудшение кровотока, в результате чего начинается гангренозный процесс и отмирают пальцы на ногах. так называемая диабетическая стопа. Свежевыжатые и натуральные соки. Постарайтесь так выдавливать, лучше всего именно в блендере все это делать, чтобы было много мякоти, потому что именно мякоть задерживает воду в организме, особенно для лиц пожилого возраста, вот что важно, потому что обычное питье воды не работает так, как вы думаете, а вот это будет работать. Значит, что касается выбора соков, то здесь у нас лучше всего, я считаю, яблочно-свекольный сок, когда будет сезон гранатов, можно попить гранатовый сок, можно попить, вот сейчас будет, знаете, там сок, допустим, капустный сок, смешанный там, допустим, небольшое количество меда, этот самый, сельдерево, яблочный сельдерево, капустный сельдерево, допустим, морковный, морковка вообще это царь среди овощей, поэтому вы берите с основной морковный сок, а в него уже добавляйте свекольный, там еще какие-то соки, и будет все отлично. Что касается консервированных соков, то, увы, в них не содержится того, что бы мы считали нужным. Значит, можно использовать далее семена и орехи, орехи, грецкие орехи, фундук, хорошо использовать, значит, семена мака, укропа, подсолнуха и перца, особенно, допустим, укропа, вот, семена укропа, за счет своих вот этих фитонцидов, они очень хорошо, ну, способствуют, грубо говоря, перемешке всех этих водных сред, за счет чего увеличивают текучесть. Сухофрукты, при правильной сушке, в сухофруктах остается много фруктозы, клетчатки, все это разбрекает отлично. Знаете, из чего я люблю, особенно, какие сухофрукты, я люблю, разбрекает, держит в воду, сладкий, все, 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 каши, а вот смотрите, вот когда мы с вами съедаем что-то, что-то съедаем, что у нас получается? Если мы с вами съедаем кашу, то каша, в конце концов, в желудочно-кишечном тракте у нас разлагается на воду углекислый газ. Именно каши дают, как бы сказать, основу для построения нашего организма и для нормального соотношения вот этих всех жидкостей, углекислого газа в этой жидкости, то есть они все нормализуют, дают среду и дают вот это вот, как бы сказать, все эти там паши и так далее, для того, чтобы все это нормально работало. На каше считается вот еще, знаете, жирные кислоты. Жирные кислоты здесь важно понимать, что те рыбы, которые глубоководные плавают в толще океана, примерно на глубине километра и ниже, там температура воды примерно 4 градуса. И представьте себе, при таких температурных характеристиках внутри рыбы все должно быть текучим, вот это крово, и все это должно двигаться. Это обеспечивается за счет вот этих вот жиров омега там 3, 6 и так далее. Именно глубоководных рыб, если вы хотите, используйте. Ну а так можете льняное масло, при этом оно должно быть свежее. Специи, жвучие специи, такие, допустим, как кукурма, помимо того, что там оксиданты находятся, которые там лучше насыщают, способствуют насыщению крови кислородом, поддерживают сердце в нормальном тонусе, там шафран, базилик, тимьян. Яблочный уксус, кстати, он обладает широким спектром действия, нормализует работу ЖКТ, лучше расщепляет жиры, потому что именно жиры, нерасщепленные жиры, что они, они образуют вот это вот разного рода залипание в сосудистом русле. Обратите внимание, сода, соду пьем не без того, она помогает улучшить состояние крови, но при этом ей не стоит злоупотреблять. Значит, а какие продукты следует сократить в своем рационе? Это молоко и молочная продукция. Молоко в своем составе имеет что? Казеин. И если казеин этот не расщепляется, а казеин считается лучшим белковым клеем, уж он заклеит у вас все сосудики от и до или сгустит все вам круг. Поэтому молочко и молочную продукцию конечно употребляем, но осторожно. Алкоголь. Алкоголь что делает? Сушит. Поэтому все продукты, которые способствуют сушке организма алкогольное, постарайтесь их не употреблять. Ну вот считается, что красное вино полезно, ну используйте, попробуйте как и что. По крайней мере вы уже знаете признаки загустения крови и наблюдая за ними можете понять сколько вам алкоголя можно употреблять. Животный жир вот туда поступает кровеносное русло, естественно сразу же плазму крови делает вязкой. Поэтому с ним надо быть очень осторожным. Картофель и рис много крахмалов и его надо тщательно жевать и переварить рис и картофель. В противном случае, если это все не обработано в ротовой полости, дальше оно не обрабатывается, так как пропустили обработку в ротовой полости, оно уже плохо обрабатывается в желудке, в тонком кишечнике и уже поступают вот эти вот частицы крахмала, продукты жизнедеятельности, продукты питания, плазму крови делают ее вязкой. Вот такие вот вещи. Если вы будете более-менее все это соблюдать, то с кровью у вас будет порядок, инфаркты, инсульты по крайней мере уйдут на второй план. А если вы ничего это не делаете, ну, вот так вот и будет. субтитры субтитры субтитры